Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Правительство России утвердило важные поправки в ПДД, касающиеся водителей со стажем менее двух лет Новичкам запретили буксировать другие автомобили и перевозить крупногабаритные и опасные грузы Кроме того, начинающим мотоциклистам нельзя брать на борт пассажира Наклейка с восклицательным знаком на стекле теперь становится обязательной За ее отсутствие неопытный водитель может быть отстранен от управления Добавлю, что рассматривались и другие ограничения для новичков Запрет движения со скоростью более 70 км в час Запрет управления машиной с мощным двигателем и так далее Возможно, к обсуждению целесообразности их введения власти вернутся позже Трасса 101 В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для водителей Которые демонстративно гоняют на большой скорости Выезжают на пешеходные дорожки, не подчиняются сотрудникам ДПС и так далее Лихачу в этом случае будет грозить либо штраф до полумиллиона рублей Либо исправительные или принудительные работы Либо лишение свободы до пяти лет Отмечу, что такое поведение на дороге, особенно в столицах, фиксируется в последнее время регулярно Горьковский автозавод подумывает о возрождении легендарной Волги По словам одного из руководителей компании, под этим брендом могли бы выпускаться машины Предназначенные для перевозки и людей, и груза, который в обычной легковушке разместить проблематично Причем это не есть коммерческий автомобиль Напомню, выпуск последней версии Волги «Волги Сайбер» Газ прекратил в 2010 году В Финляндии 77-летнего водителя штрафовали на баснословную сумму за то, что он не пропустил пешехода Почти 80 тысяч евро, около 5 миллионов рублей Дедушка пытался доказать, что у него просто не было возможности уступить дорогу пешему гражданину Однако суд с ним не согласился Столь значительный штраф объясняется тем, что в Финляндии размер взыскания зависит от дохода нарушителя А состояние пожилого водителя, известного бизнесмена, оценивается в 1 миллиард 800 миллионов евро На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101